Ассалам алейкум! В эфире телеканал ННТ новости Дагестана, в студии Карим Даниф и в начале коротко о главном. Город забирает свое. Два земельных участка в центре Махачкалы вернули в собственность муниципалитета. Единственный на Северном Кавказе и без аналогов в стране. Учебно-реабилитационный центр для слепых Ихсан подвел итоги работы за прошедший год. Дагестан лучший и в Белатаре. На родину вернулся чемпион второй лиги мира в легком весе Усман Нурмагомедов. Как встречали победителя, расскажем в спортивном блоке новостей. Дагестан на 82-м месте рейтинга российских регионов по неравенству зарплат. Об этом сообщает РИА Новости. Зарплату выше 100 тысяч рублей в республике получает всего 1,4% работающих. Почти 40% зарабатывают в месяц меньше 20 тысяч рублей. При этом самая распространенная в регионе зарплата – это сумма от 16 до 35 тысяч рублей. Два земельных участка в центре Махачкалы вернули в собственность города. На основании подложенных документов запись государственной регистрации права собственности на участке по улице Гайдара Гаджиева была аннулирована и передана в частное владение. Мэром Махачкалы Салманом Дадаевым было поручено инициировать претенциозно-судебную проверку и аннулировать кадастровый учет этих земель. Теперь два участка объединят и уже в следующем году территорию благоустроят согласно запросам жителей и гостей столицы. После получения апелляционного определения Верховного суда Республики Дагестан администрации города совместно с Управлением Россрестра по Республике Дагестан будет проделана работа по оформлению правоустанавливающих документов на указанный земельный участок за мэрией города. Работа данного направления будет продолжена. Тем временем на улице Степана Разина приступили к обновлению асфальтобетонного покрытия. Протяженность дороги 600 метров. До укладки асфальта здесь привели в порядок бордюры и тротуар. Как заверили в столичном УЖКХ, весь процесс укладки асфальта на улице Разина завершится в ближайшее время, если рабочим не будут мешать беспорядочно припаркованные автомобили. Отметим, что всего в Махачкале отремонтировано порядка 35 километров дорожного полотна. Это 60 улиц, реконструированных в столице региона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и приоритетного проекта «Мой Дагестан. Мои дороги». Здесь, кроме обновления верхнего условия асфальтобетонного покрытия на первой части, предусмотрена установка бордюров, замена бордюров и обновление на тех местах, где старый асфальт был, обновление на тротуарной зоне асфальтобетонного покрытия. Также предусмотрены поднятия люков. До начала укладки асфальтобетонных работ здесь совместными с жильцами еще были проведены работы по замене водопровода тоже. В текущем году, в 2022 году, мы смогли привести нормативное состояние на 40 улицах. И плюс мы в этом году участвуем в программе «Мой Дагестан. Мои дороги». Это республиканская программа. Тоже по данной программе в этом году мы уже на стадии завершения, можно сказать, проводим на 20 улицах ремонт работы. В общем, в этом году мы провели на где-то около 10 улиц капремонт и около 50 улиц ремонт. Другим новостям. Уже четвертый год в Дагестане функционирует единственный на Северном Кавказе и аналогов которому нет в России учебно-реабилитационный центр для слепых «Ихсан». Там бесплатно обучаются более 20 человек, как светским дисциплинам, так и религиозным. И все они разных возрастов и с разных уголков страны. Накануне в Махачкале руководство центра подвело итоги года. Подробнее в сюжете по темат Ханаповой. Магдидзи Берасулаев, несмотря на отсутствие зрения, с юного возраста начал обучаться Корану методом Брайля. И вот сейчас на чистом арабском языке читают строки священного писания. Мальчик знает 47 сур. Это уникальный пример, говорят педагоги. «Ихсан» – единственный в России центр, где незрячим помимо светского образования дают и религиозный. Неотъемлемая часть нашей работы – это реабилитационная и психологическая помощь слепым с рождения и поздноослепшим. В начале учебного года, когда мы только открылись, у нас набор взрослых больше. Но с каждым годом все больше и больше становится учащихся школьного возраста. Вот в этом году мы набрали 5 детей. Это первый класс. То есть чем раньше мы начинаем это обучение, тем лучше проходит социализация. Поэтому мы решили, хоть это и намного сложнее, приходят дети, которые не умеют одеваться, раздеваться, не умеют руки элементарно мыть. Приходится этому всему учить. Но, ахамдулля, мы видим результаты и это нас радует. Заботу и помощь здесь оказывают бесплатно. Как взрослым, так и детям. Самому младшему ученику 6 лет, самому старшему 65. Причем обучение проходят не только жители нашей республики, но и незрячие из других регионов. Главное – адаптироваться к жизни без зрения, а после ожидают и большие достижения. В этом убежден Шахбан Курбанов, бронзовый призер параолимпийских игр. Не видеть. Нельзя ни в коем случае падать духом. Нельзя падать духом. Нужно собраться. Всегда есть к чему стремиться. Главное – духом не падать. И родителям тоже. Чтобы они были в курсе, чтобы мотивировали детей. Есть секции у нас в Махачкале, много секций именно спортивных для детей с ограничением зрения, с отсутствием зрения. Но главное, чтобы не засиживались дети. Всегда найти нужно себя и быть даже полезным в общественном состоянии. На подведение итогов работы учебного центра собрались представители власти, общественники и благотворители. Именно благодаря помощи мецената учебное заведение благополучно функционирует несколько лет. С приобретением оборудования в наш центр нам помогают благотворители. Это как и крупные меценаты, крупные магазины, так и обычные люди, которые сами изъявляют даже желание спрашивать, что вам нужно. И еще ни одна организация, к которой мы обратились с помощью, нам не отказала. И я хотела бы поблагодарить всех тех неравнодушных людей, которые отозвались на нашу просьбу, которые оказали нам безвозмездную помощь. Тем самым, которые обрадовали наших детей, их эмоции, их улыбка, это дорогого стоит. Инициатива открытия центра принадлежит муфтию Дагестана шейху Ахмада Фандзи. За эти четыре года сделано немало, но впереди еще много работы, отмечает руководство Ихсана. И самое главное, двери учебного центра открыты для всех, кто нуждается в их помощи и поддержке. Патимат Ханапова, Карим Гамаев, Новости ННТ, Махачкала. Очищение организма на основе исламской медицины. В Третьей городской больнице Махачкалы вот уже два года успешно функционирует детокс-отделение. На профилактику и лечение приходят как взрослые, так и молодые люди. В чем секрет успеха нетрадиционного метода очищения организма узнавал Хамзе Нурмагомедов. Отвары, массажи, физиотерапия и многое другое. Детокс-отделение больницы представлен комплекс процедур по очищению и оздоровлению организма. Али Абуэзидову 70 лет. Совсем недавно он перенес ковид и две операции. И вот решил поправить свое здоровье здесь. Я могу сравнивать. Я был в Майкопе, лечился, тоже очищение организма проходил. Потом в другой базе был в Краснодарском крае и здесь вот. Вы знаете, для наших людей это исключительно великолепное место. Почему здесь лучше, я считаю? Потому что здесь условия прекрасные. Коллектив очень хороший, добрый коллектив и внимательный коллектив. На любые твои, как говорится, требования сразу отвечают красиво. Все. И организованно, очень хорошо организованно. Всех систем организма очистить здесь спокойно можно за эти 10 дней. И я думаю, что лучше здесь лечиться и никогда я больше никуда не поеду. Заботливые врачи, уютные палаты. В среднем пациент пребывает в стационаре от 7 до 14 дней. Во время очищения специалисты тщательно следят за состоянием организма. Пациенты поступают к нам в отделение. У них бывает свой режим по часам. Начиная с 6 часов утра до 9 вечера. У них каждый час, через каждый час, через каждые 2 часа у них есть напитки, соки, фреши, отвары, что они принимают. В течение этого времени распределяем и процедуры. Физиопроцедуры, массажи, иглотерапия. Но это уже по показаниям. Методика заключается в том, чтобы очистить наш организм, очистить кишечник, печень от накопившихся продуктов обмена, от токсинов, от шлаков, от паразитов. Очищение организма раз в полгода рекомендуется, в принципе, и даже здоровому человеку. Это будет профилактика хронических заболеваний для усиления иммунитета, для активации иммунитета, для постановления работы внутренних органов. Получается метаболизм. Обменный процесс улучшается в организме. Стоит отметить, что учредителем третьей городской больницы является муфти Дагестана шейх Ахмад Афандия. Она призвана в первую очередь помочь людям, сохранить и укрепить здоровье. И детокс отделения в этом играет ключевую роль. Хамза Нурмагомедов, Алиас Хаб Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Усман Нурмагомедов вернулся в Дагестан с чемпионским поясом Беллатар. В аэропорту Махачкалы радость успеха с бойцом разделили его самые преданные болельщики, близкие родственники и друзья, а также наши корреспонденты. Курбан Рагимов пообщался с новым чемпионом и узнал, что стоит за этой победой. Первая за два месяца встреча с отцом. Новый чемпион Беллатар надевает пояс на самого главного болельщика. Поздной ночью радость победы с Усманом Нурмагомедовым разделили около 20 человек. Здесь только родственники и друзья. Приехал также министр спорта Сажит Сажидов. На протяжении всей недели очень сильно переживал. Дядя рассказывал, что он очень плохо спит, и поэтому я уже не могу его подвезти. И сразу по приезду поставил на плечо отца, что он уже успокоился наконец. Весь мир смотрит, нельзя подвести себя, свою команду. И с одной стороны это чуть-чуть давило тоже, но с другой стороны мотивации больше было. Поэтому, алхамдуллах. Осень для Усмана и его команды выдалась во всех смыслах золотой. Ровно месяц назад титул чемпиона UFC завоевал Ислам Махачев. И вот теперь в копилке школы Абдулманапа Нурмагомедова новая престижная награда. Многолетний труд заслуженного тренера страны продолжает давать свои плоды. Одна из престижных вессий недавно, буквально месяц не прошло, как встречались с нам, Махачево, с поясом UFC. И сегодня пояс билатый. Поэтому всех очень поздравляю. В первую очередь нашего чемпиона, нашего героя, который принес нам всякая радость. Естественно, всех лагестанцев, всех болельщиков, чтобы на таких ребят, на таких чемпионов помнялась наша потрясающая поколение, наша молодежь, прославляли нашу республику, нашу страну навесимую. Я смотрел дома, в кругу семьи, с братьями. Ну, переживали, конечно, очень. Переживали. Человек опытный, его соперник был опытный. Потом все время ждал, держал правую руку, всегда на готове, чтобы одним ударом все решить. Ну, Усман оказался более готовым, чем он. В планах у бойца заслуженный отдых. Две недели без тренировок он проведет в родном Цумадинском районе. Бабушку хочу увидеть. Моя бабушка, она сама остинка, остинские пироги покушает. Она готовит, очень вкусно. И дома побуду с семьей. Пару недель, да? Две недели хотя бы. Надо чуть здоровья, привести себя в порядок. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Победители всероссийских и международных соревнований по тэквондо чествовали в региональном Минспорте. Две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Это лучший результат дагестанской сборной на чемпионатах страны за последние девять лет. С успешным выступлением в Нальчике, а также с триумфом на турнире в Белоруссии, спортсменов поздравил Сажид Сажидов. Глава спортивного ведомства обратил внимание и на командную работу тренеров и федерации. Есть школа, есть традиции, есть чемпионы, есть на кого равняться. Самое главное, конечно, улучшать. Улучшать как базовую материальную помощь, как самих спортсменов, тренеров, оказывать им поддержку. Я думаю, совместно с федерацией, вместе с спортом мы будем внимания ждать и способствовать тому, что у этих ребят, кто занимается, были все условия. В рамках встречи были также обсуждены вопросы организации учебно-тренировочных сборов и проведения на территории республики крупных всероссийских турниров. За внимание и поддержку Тэквондо в регионе глава федерации Мутака Лаев вручил Сажиду Сажидову благодарственную плакетку. Здесь даже, блин, да, федерация? Мы тоже будем показывать результаты, мы будем стараться. Я попрошу тренерский состав и спортсменов тоже приложить все усилия, быть дружным коллективом. Раз министр идет нам на встречу, его тоже не подводить. И радовать его, и чтобы вот так мы встречались. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до скорых встреч в эфире.